Рассмотрим еще одну интересную и полезную возможность, которая существует в группе ВКонтакте. И если мы являемся модератором в этой группе, у нас появляется возможность делать публикации по времени, то есть в отложенном режиме, задавать некоторое время, когда эта запись, которую мы заготовили заранее, будет опубликована. И для того, чтобы было интереснее и полезнее, мы еще параллельно рассмотрим процесс публикации изображений в группе. Возможно, кто-то тоже найдет для себя что-то новое и интересное. Итак, я хочу добавить запись, причем запись будет у меня картинкой. Понятно, что мы можем использовать кнопку для добавления фотографий. И здесь у нас есть возможность либо выбрать одну из фотографий, которые есть у нас в нашем профиле, либо нажать на кнопку «Загрузить фотографию» и выбрать ее с диска на своем компьютере. Но самый простой способ взять из папки на компьютере способом drag-and-drop, перетягивания, перетащить сюда изображение. Вот у меня на рабочем столе я заготовила себе картинку. Я ее выбираю, сейчас я покажу. Вот так вот. Вот у меня эта картинка, изображение. Я ее беру, зажимаю левую кнопочку мыши и перетаскиваю. Этот способ универсальный, сейчас доступен во многих инструментах. Вот я перетащила эту картинку. И теперь нам осталось, что сделать. Как я и обещала, мы сделаем публикацию по времени. И вот если мы являемся модераторами группы, есть такая опция замечательная – таймер. И сейчас я, например, могу выбрать время, когда эта публикация появится в сети. И вот уже время достаточно позднее, я смотрю, и вряд ли кто-то увидит эту запись. Поэтому я могу выбрать по календарю, чтобы она опубликовалась, например, конечно же, 12-го, да, в четверг. Но не в 0 часов, а, к примеру, в 8 часов утра. Вот я поставила этот таймер. Не забываем указывать, от чего имени публикуем, если мы модерируем группу. И здесь уже вместо «Опубликовать» кнопка «В очередь». Ну и опять же мы можем оставить в отложенных, а можем нажать «Опубликовать сейчас», если, к примеру, возникла такая необходимость. То есть этот таймер, он сработает автоматически, но если мы хотим опередить события, все это можно сделать. Ну а вернуться к записям, вот можно сюда. Да.